Древнейший центр мира и второй по величине город Узбекистана Самарканд встретил лидеров тюркоязычных стран солнечной погодой. Голубое знамя Тюркского совета символично развивается с флагами государств-членов организации. Президенты Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Турции, Азербайджана, Туркменистана и Венгрии впервые собрались в новом полноценном широком составе. Основная часть саммита, расширенное заседание, продлилось почти два часа. Президенты выступили на родных языках и почти все затронули экономику. Сегодня ВВП стран ОТГ превышает 1,2 триллиона долларов. Говоря о цифрах, президент Кыргызстана Садырджапаров отметил, что товарооборот республики со странами организации в прошлом году увеличился на 40%. Для дальнейшего роста важно наладить транспортный маршрут. «Как вы знаете, в ближайшее время мы планируем приступить к практической реализации проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Этот проект дополнит железнодорожные магистрали и автомобильные сообщения транскаспийского транспортного маршрута, ускоряя доставку грузов в западные страны». Кыргызстан также одобрил инициативу по учреждению инвестиционного фонда ОТГ с первоначальным капиталом до 500 миллионов долларов. Кроме этого, Садырджапаров попросил коллег поддержать программу республики по развитию горных регионов на ближайшие пять лет. Также глава государства поблагодарил коллег за решение избрать на пост генерального секретаря представителя Кыргызстана Куанышбека Умуралиева. Он возглавлял посольскую миссию республики в Турции и Израиле. «Все озвученные сегодня инициативы, предложения и замечания, надеюсь, будут тщательно изучены, проанализированы и реализованы в предстоящем году. Мы верим, что предпринимаемые сегодня здесь исторические решения и намеченные планы послушат дальнейшему продвижению нашего сотрудничества в рамках организации. Мы знаем, что сила в единстве. Иры-Салды-Энтымак», – гласит кыргызская пословица. В рамках саммита Садырджапара встретился накануне с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Важный игрок в Европе пока имеет лишь статус наблюдателя в ОТГ. Во время встречи глава государства отметил, что страны уже достигли высокого уровня отношений в транспортной, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. «Наше экономическое сотрудничество планомерно развивается. К примеру, Кыргызско-Венгерский фонд уже начал свою работу. В его рамках уже намечена реализация конкретных бизнес-проектов на общую сумму в 24 миллиона долларов. Также выражаю благодарность за создание условий для обучения кыргызстанских студентов в городе Будапешт». По итогам работы лидеры тюркоязычных стран подписали свыше 10 документов и приняли Самаркандскую декларацию. Ожидается, что в ней отразятся основные решения саммита. А уже после встречи Шевкат Мерзиёев вручил высшие ордена тюркского мира Раджепу Таипы Эрдогану и Гурбангулы Бердмухамедову. Награду имени Алишера Наваи присудили великому писателю Чингзайт Матову. Её получил Садыр Джапаров. В знак укрепления тюркского мира президенты посадили деревья на площади Регистан. Айгирим Рамилева, Урмат Мамит Алиев, 5 канал.